поехали достала зелень у меня здесь уже кипит вода здесь у меня уже греется сковородка добавим что оливковое масло ничего другого нет варим бабушки на карту же скоро тоже готовы варим бабушки больше как я и обещала у меня здесь уже готовы овощи подрезан лучок морковка и болгарский сладкий перец вот сейчас это пойдет здесь у меня твердо я бы сказала зимняя капуста и моя бабушка как я уже говорила в предыдущем видео не могла использовать корнеплоды то есть свеклу потому что она этого наелась военное и послевоенное время она очень любила всегда болгарский перчик и домашние заготовки у нее всегда был очень вкусный томатный такой соус ну конечно у меня нет здесь домашнего соуса я нашла вот это вот здесь немножко грибов добавлено но во всяком случае это натуральный томатный соус с хорошими ингредиентами и поэтому мы сейчас сюда все это добавляем пусть она еще немножко протушится но здесь уже все варится муж мне немножко помешал я надеялась что он уже покушал но он пришел на кухню за добавкой вот этот борщик там уже лук и чеснок и лавровый листик и перчик у бабушки этот борщик был более насыщенный потому что были домашние помидоры понимаете домашние более ароматные но в любом случае этот борщик получается очень густым моя бабушка варила этот борщ на курином бульоне то есть курочку она мне отваривала девочки вернее внучки из мурманска я думаю моя мама ей приплачивала чтобы я получил так кстати очень даже красиво получается я там дальше может быть расскажу какие были рецепты от бабушки которая старалась прокормить пять внуков чем она нас угощала что готовила расскажу об этом дальше здесь у меня запекается рыбное филе вот и этот борщик уже готов больше у меня получился очень вкусный вот он настоялся просто до сих пор запах по дому гуляет я вчера съела полторы порции ставлю в холодильник попробуйте сварить такой борщик приятного аппетита так всем доброго дня мы на заднем дворике и сегодня мы с бусиком гулять наверное не пойдем опять собираются тучи у нас плюс 32 и можно было бы с ним прогуляться надеть на него прохладительный жилетик но у нас обещают сильную грозу я не хочу чтобы повторилось как вчера еще и с худшим результатом потому что вчера хотя бы не было грозы а сегодня если мы с ним выйдем и нас накроет туча с молниями внезапно то это совсем даже не весело и траву косить тоже знаете как только включу во первых очень жарко во вторых вот я смотрю все время на небо по прогнозу обещали что дождь уже должен был быть вот все время переносится переносится я там еще там не смотрела на фронт ярде какое небо но здесь вот находиться под солнцем вообще невозможно хотя нужно уже траву косить и я для начала соберу вот эти вот красивые помидорки и попытаюсь сделать то что могу на заднем дворике пока нет дождя ну что зайчики идите сюда надо их доставать двумя руками так еще я хочу вот этот виноград пустить красиво мне нужно привязать эту палку просила мужа чтобы он сделал но у него все нет времени а вечером он уставший хочу сделать такую зеленую изгородь чтобы не срезать виноград и может быть ветку сюда пустить ой как жарко ну и помидор надо подвязать нашла вот ниточки такие вот что успею то сделаю ой как ой 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 Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Виноград подвязала. Тут более-менее чисто стало. Нормально. Так, у меня здесь еще стирка. Так. Это нужно забрать на третий этаж. Это переложить. Перекласть. Меняю постель мужу. Это придет сам. Пускай скручивает.